Сегодня корреспонденты 9,5 наконец-то подробно поведают о злостном обворовании одного достаточно известного екатеринбургского адвоката. Пострадавший защитник живет на улице Некрасова. Это единственный адвокат на этой улице. Так что, если кто его знает, хорошо. Для остальных ограбленный юрист пожелал остаться инкогнитой. Когда точно свершилось преступление, неизвестно, но обнаружил адвокат то, что его хату подняли в конце прошлой недели, когда вернулся с дачи. Вынесли злодеи из жилища все ценное. Телевизор Sony Trinitron 54-я диагональ одна штука. Видеоплеер одна штука, магнитола одна штука, а также стиральная машина-малютка, кофеварка, сорочки, туфли, зонт, норковая шапка, кепка, перчатки, две бутылки армянского коньяка, по бутылке русской водки и вина «Южная ночь». Апофеозом ограбления века стало похищение шампуня от перхоти Head on Shoulders и пользованной зубной щетки. Всего за дверь ушло от ценностей на 8 миллионов рублей. Сумма, безусловно, не самая большая в криминальных аналах. Но адвокату просто обидно, честное слово. Он человек старой закваски, 30 лет защищает уголовников. В старые добрые времена работал за 20-30 рублей и сейчас не пытается урвать и разорить клиента. Обыдно, раньше адвоката по понятиям нельзя было грабить, сейчас времена изменились. Отморозкам наркоманам плевать на все ценности заради одной понюшки кокаина. Может они и не знали, что квартиру адвоката выставили, но определенно действовали по наводке. Просто случайно эти люди не ходят. Рисковать они случайно не будут. Они знали, что видимо есть кое-что здесь, но искали в основном, видимо, доллары, золото, которых у меня никогда здесь не было и вообще не было никогда. Ни золота, ни долларов. Я адвокат старый, 30 лет защищаю домушников, но теперь создался психический барьер серьезный. Я не могу сейчас защищать, но морально подавлен я. Я надеюсь, что есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы я работал в коллегии, могут они мне помочь. Если нет, то я уйду из коллегии защищать, я не могу. Я знаю, что меня ждет очень много моей помощи в следственных изоляторах людей, дела, о которых я веду, в том числе и домушники. Если они могут повлиять, они могут это сделать, чтобы вернуть мне все. И с какими-то, может быть, не извинениями, но хотя бы вернуть. Если этого не будет, то я, безусловно, уйду из коллегии. Кроме морального аспекта, адвокат не может пройти в СИЗО к своим клиентам, так как у него воришки сперли адвокатское удостоверение. Так что кто-то из воров сейчас в тюрьме втухает из-за таких же, как он, воров неразборчивых.